здравствуйте на канале тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин в россии закончились парламентские выборы каковы их первые выводы и как их можно оценить вот так вот в горячую с нами на связи журналист аркадий дубнов здравствуйте аркадий добрый день скажите пожалуйста вот по вашим ощущениям журналиста как бы вы оценили прошедшие выборы просто многие называют их по-разному кто-то скучными кто-то рутинными кто-то победой сталинизма кто-то еще как-то у вас есть какое-то определение ну понимаете нам сейчас уже не важно они были скучными либо рутинными нам важен результат результат такой что политическое поле в россии вообще есть это политическое поле она полностью приватизирована властью лице единой россии 343 депутата из 450 в нижней палате парламент это на 43 депутата больше чем конституционное большинство то есть теперь фактически и до сих пор статус думы которая была приводным ремнем администрации президента становится просто абсолютно как бы стопроцентным исполнительным органом дополнительным который просто будет еще с большей скоростью и трудно сказать не слишком большим профессионализмом штампелевать новые новые законы если вы помните ту думу за прозвали бешеным принтером значит таким образом возможно в течение ближайшего срока этой полномочия ты думаю спокойно при необходимости могут быть обеспечен обеспечены изменения конституции совсем вытекающим последствия для однажды конституция уже была изменена в предыдущем сроке когда когда президентский срок полномочий был изменен четырех до шести лет как только медведев стал президентом а путин был премьером до в угоду путина так что сегодня мы приходим к воду что не только политическое поле если повторяю она такой существует приватизированного власти но и вообще говоря россия в ногах у путина то есть все что будет нужно с точки зрения изменения комбы консолидации еще больше структуры власти в его руках может быть обеспечена так сказать вазе вазе легитимно что касается рутинности выборов ну так это же не секрет мало сама явка по себе говорит значительно не многим превышала 50 процентов и больших городах она была еще ниже чем провинции понятно что очень городах апатия политически так сказать активного селения избегая слова говорить электорат она была чрезвычайно низкой потому что достаточно хорошо понятно что несмотря на переназначение председателем цика такой в общем приятной во всех отношениях женщины как элла пампилова вместо волшебника чурова от него мало что зависело дело в том что все что делается на выборах делается по двум каналам первый административный ресурс на местах провинции где дайло александрованы так сказать не дотянуться да и все сквачено и бюджетники под началом местного руководства да а второе это фактор зомбоящика телевизор обрабатывает настолько как бы это население что никакая лапан пилова обещающий честные выборы пределы скуловно говоря москвы а не сможет изменить характер характер на волеизъявления и выборов седьмую думу так что если коротко тот так михаил аркадий еще один вопрос по итогам выборов вот которые на сегодняшний день есть и обнародованы можно ли говорить что в россии еще осталась оппозиция или этого слова должно исчезнуть из политической из политического лексикона понимаете никогда не говори никогда просто значит была организована достаточно такая внятная политтехнологическая работа на сказать это да я забыл сказать что в общем то что произошло это очевидный успех политтехнологии кремля который сумел обеспечить при понижающемся интересе людей к выборам при меньшем рейтинге самой единой россии что в общем говорят цифры тем не менее еще более абсолютную победу это это как бы удача тех кто разводил население словно говоря да а что касается оппозиции до позиция уйдет сегодня но как бы некое среднее состояние между публичной активностью в социальных сетях и разговоров на кухне до советских времен но это не значит что оппозиция перестала существовать понимаете все все проходит свои циклы до нам сегодня понятно что путинский срок будет следующим с 18 года и как предсказывали даже уважаемые мной так сказать звездочеты я сейчас даже говорю серьезно еще еще в начале конце десятых годов у меня сказали что путин будет править до 24 года я смеялся но теперь я понимаю что это истинная правда поэтому течение этого срока конечно деятельность оппозиции будет весьма я бы сказал скромно и проходить вот в рамках так сказать малых дел попыток противостоять безумству местных властей всяким проявлением ксенофобии либо мракобесия до сражаться так среда победу всего хорошего на всем плохим ну скажем условно вот этой громкой стресс 57 школы в москве да где удалось как-то вот свернуть свернуть абсолютно неприличие неприличие людей считавших себя так сказать элиты да вот вот в этом смысле и будет так сказать проходить деятельность оппозиционно настроенного населения в россии ну все когда-то заканчивается до и пути когда-то закончится да наверно последний вопрос аркадий появилась публикация если я правильно помню в коммерсанте а пока что гипотетических планах изменения силовых структур в россии и появление министерства государственной безопасности с со знакомой многим аббревиатуры мгб насколько серьезны по вашему мнению такие планы и как это все укладывается в русло того о чем вы до сих пор говорили значит михаил понимаете как так сказать те же яйца как бы в ракурсе в профиль понимаете поэтому ну называется это мгб да ну осталось только еще назвать это нквд да конечно у людей память одного колени память еще жива и конечно мгб на ассоциации к министерам благолепные да но суть ведь в другом путин приходит куда что как бы как бы не представлялись кресло на этом титанике он по-прежнему идет своим курсом я имею ввиду титаник власти который разъедается невероятно коррупцией вот эти все последние скандалы я думаю они не случайно оказались на выброшенных паблик в личное пространство я имею до этого полковника захарченко всего так сказать миллиардами миллиардами да а чтобы показать что власть борется с коррупцией в первую очередь силовых структурах до попытка консолидировать силовые структуру в один монс в один монструальный так сказать орган она в первую очередь направлена на стремление как бы полностью контролировать вот эти коррупционные такси составляющие и отдать их на лодку контроль считающимся наиболее элитной группировкой спецслужб это бывшие кгб фсб и так далее да ведь у нас по-прежнему считается что наиболее чистая чистая структура свободно от коррупции наиболее приверженная защите государственных интересов до кристально чистый с холодным сердцем и чистыми руками как говорил феликс львович это это бывшая чека поэтому вот это бывшая чека воссоздается наверное ему будут переданы самые 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 высокие значит полномочий в этом плане да то что возможно уйдет например глава следственного комитета оба скрикин это в общем серьезные предпосылки действительно перестройки всей структуры силовых органов во главе с одним с одним с одной так сказать вышкой аркадий большое спасибо за ваш комментарий за то что нашли время побеседовать с нами всего вам доброго доброго михаил удачи напомню что с нами на связи был журналист аркадий дубнов до свидания